Маленькие кыргызские сказители 40 дней подряд читали эпос Манас. Несколько десятков монашчей со всех уголков республики съехались на конкурс столицу. Сказители 10-12 лет по очереди без перерыва сказывали о подвигах народного богатыря. Сайкал Султанкулова о юных сказителях. Каждый живающий все эти 40 дней мог воочию увидеть юных сказителей и услышать незабвенные строки самого большого эпоса в мире. 12-летний монашчитель Кахбаров рассказывает свою часть эпоса. Юноша не скрывает, что еще год тому назад ничего не знал о Манасе. Сначала столкнулся со строками из детства Манаса. И это оказалось невероятно трудно. Но интерес и огромное желание рассказывать эпос переборол во все трудности. С тех пор Телек развивает свое мастерство и мечтает стать великим монашчи. Когда сказываешь эпос, ты не чувствуешь времени. Я хочу рассказывать эпос часами и даже днями и ночами без перерыва. Но для этого нужен опыт. Я учусь. Ведь быть в Манасче не каждому дано. В устах каждого сказителя строки звучат по-разному. Однако всегда остается единство повествования и сюжетная линия. Строки Телека продолжил уже известный монашчи Тулебек Мусаулу. Тулебек решил стать монашчи после необычного сновидения. А во сне к нему явился Саяхбай Каралаев. Эпос сам увлекался с малых лет. Рассказывал некоторые отрывки. Затем, следуя наставлениям, монашчи стал повышать свой уровень. А позже развивал мастерство под руководством именитых монашчи. Был не раз победителем республиканских конкурсов. У кыргызов есть пословица «отложи все дела и сказывай монас». Поэтому во времена Великой Отечественной войны сыновей кыргызского народа провожали сказания монасов. Во время Великой Отечественной войны, когда провожали солдат на фронт, обязательно сказывали «эпос». Это вдохновляло народ, а солдатам предавало смелость и боевой дух. Качевой кыргызский народ сумел сохранить память о великих исторических событиях и боевой дух древних воинов. Сказания передавали из Уз Увста от отца к сыну. Задача организаторов – еще больше пропагандировать «эпос Манас». «Эпос Манас» должны знать все сыновья кыргызского народа хотя бы по четыре строчки. Поэтому мы уже седьмой год организовываем такие конкурсы, чтобы как можно больше ребят привлечь к сказительству «эпоса» и чтобы как можно больше людей и у нас за рубежом узнали о нем». Кыргызский эпос Манас считается самым длинным в мире. В нем более полумиллиона строк. Все о подвигах и походах кыргызского богатыря Манаса, его сыне Семетеи и внуке Сейтеки. Это произведение литературы включено в Книгу рекордов Гиннесса. Сайкал Султан Кулова, Алмаз Нурмамбетов, Общественный Первый канал.